Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Дашко, я председатель Совета молодых литераторов Ульяновской области. Сегодня мы встретились в этой студии, в этой замечательной литературной гостиной, в солнечный, весенний, теплый, позитивный день, чтобы поговорить об областной молодежной литературной премии «Первая роса», итоги которой были подведены совсем недавно, 21 марта, Всемирный день поэзии. Премия «Первая роса» имеет большую историю. Конкурс «Первая роса» зародился в 1999 году. Инициатором его был замечательный человек, журналист, писатель Андрей Безденежных, которого, к сожалению, не стало в 2007 году, но конкурс продолжает жить, продолжает привлекать все новых и новых авторов, открывать новые имена, объединять вокруг себя творческую молодежь нашего региона. В этом году конкурс был очень интересный. Интересный он был с точки зрения того, что на него подали свои работы молодые люди, которых мы не знали до этого момента, которые стали большим открытием. Наверное, главная задача конкурса «Первая роса» — это открывать таланты, это быть трамплином в большую литературу, это подружить и объединить между собой молодых поэтов, писателей, эссеистов, литературных критиков. И сегодня в нашей студии находится один из лауреатов областной молодежной литературной премии «Первая роса» этого года, Виктория Варфоломеева. Она сегодня расскажет о себе, о своем творчестве, поделится эмоциями от премии «Первая роса» и, безусловно, прочитает свои стихи, свои эссе. А я хочу поговорить вообще об участниках конкурса, о лауреатах, о дипломантах, о тех людях, с чьим творчеством я познакомился, когда организовал этот конкурс, когда как член жюри читал эти работы. Если говорить о цифрах, то в этом году было подано 58 авторов, приняли участие. Это авторы из Ульяновска, из Сенгилеевского, Инзинского, Корсунского районов и города Димитровграда. Всего работ 69. То есть авторы, многие, да, они пишут не только стихи или прозу, да, они подают в разные жанры. Они пишут и стихи, и прозу, они пишут эссе, заметки. Вот такие вот многогранные, талантливые люди. Что бросилось в глаза в этот раз, да, в этом году, в этом сезоне премии? Ну, во-первых, был очень хороший уровень работ, особенно в номинации проза. Вот мне хочется отметить, что действительно были такие вот хорошие имена, хорошие авторы, которые пишут о многом, да, видно, что они думают, видно, что это небезразличные люди, которые реагируют и на вызовы времени. Это те люди, которые и находят что-то интересное, и новые, уже привычных и обыденных вещах. Безусловно, это авторы, которые придумывают и свои меры, да, жанр фэнтези, фантастики, очень популярен среди молодежи. Но меня порадовало, что все-таки реализма, все-таки реалистической прозы, да, которая продолжает традиции наших классиков, в этот раз было больше. И если уж мы начали говорить про номинацию прозы, то хочу сказать несколько слов о победителе, о лауреате в номинации прозы. Это прекрасный молодой автор Илья Розумовский. Он очень интересный и необычный человек. Архитектор по образованию. Человек очень вдумчивый, человек, который много читает, много думает, очень глубоко анализирует. Ну и, конечно, самой популярной всегда номинацией была и остается – это номинация поэзии. Как говорится, каждый пишет, да, перефразируя известную песню, в 17 лет, да, в молодости пишут многие. И номинация поэзии была самой большой и самой разнообразной. Поэты были самые разные, разных направлений, да, разных взглядов. И открытием, то есть единогласно, единогласно жюри выбрало победителя в этой номинации. Это еще один удивительный человек – Артем Прошин. Наверное, в русской литературе есть такая хорошая традиция, когда врачи становятся большими писателями. Мы знаем, например, Антона Павловича Чехова, Михаила Афанасьевича Булгакова. И Артем Прошин, лауреат номинации поэзии, он тоже доктор, врач-невролог, заведующий психоневрологическим отделением детской, городской, клинической больницы. И это тот случай, когда человек до этого, мы его не знали, мы не знали его творчества, мы не знали, что есть такой Артем Прошин. Он подал свои стихи на конкурс, и мы удивились, да, насколько он уже сформировавшийся, зрелый поэт со своим голосом, со своим стилем, с невероятной пронзительностью и очень хорошей энергетикой в стихах. Он пишет на философские темы, пишет о детстве, пишет о любви, конечно, да. Я всем советую познакомиться с творчеством Артема Прошина. Я думаю, что скоро в журнале «Симбирск» выйдет его лауреатская, так сказать, подборка, где можно будет познакомиться с его творчеством. Это большой поэт, большой автор, и я думаю, что у него большое будущее в литературе. Но хочется также сказать, что и в поэзии было много хороших имен. Татьяна Федоровичева тоже совершенно удивительное явление. Она и художник, и пишет хорошие пронзительные стихи. Были и другие авторы, на которых мы обратили внимание, и с которыми мы, безусловно, будем работать и в рамках литературной студии, и в рамках Совета молодых литераторов, чтобы помочь им развиваться, чтобы помочь им расти, и чтобы они снова подавались на первую росу, и на другие конкурсы, и совершенствовали свое мастерство, свой стиль, и росли, и развивались. Ну и третий жанр, который называется «Иной жанр», это очень широкое понятие, которое включает в себя и эссе, и миниатюры, и путевые заметки, и литературеведческие статьи, и самые-самые разные жанры. Чем порадовала эта номинация? Тем, что в ней были представлены несколько криведческих работ. Например, было представлено эссе Ксении Никишиной про Перси Френч, было представлено еще ряд работ, которые были написаны о родном крае. И вообще очень интересно читать, как молодежь размышляет, размышляет о жизни, размышляет о творчестве, размышляет о себе, о своем месте в этом мире. Это очень интересная номинация. Конечно, она не такая популярная, как поэзия, потому что не все, наверное, берут на себя такое, делиться своими мыслями с читателем. И, конечно, я с удовольствием хочу представить лауреата областной молодежной премии «Первая роса» в номинации «Ной жанр», очаровательную девушку, поэта, прозаика, эссеиста, человека, который проявляет себя в разных жанрах творчества, Викторию Варфоломееву. Виктория уже несколько лет входит в Совет молодых литераторов Ульяновской области, активно принимает участие и в работе литературной студии «ЛИК», и в различных культурных мероприятиях, литературных мероприятиях нашего города. И работа, цикл миниатюр, которые были представлены на премию, они впечатлили нас, как членам жюри. Они были написаны хорошо, в них слышался именно авторский голос, что очень важно в произведениях. И я хочу, чтобы сейчас Виктория поделилась своим творчеством и рассказала о себе, о своих эмоциях, впечатлениях. Виктория, тебе слово. Здравствуйте, друзья. Я очень рада, что нахожусь сейчас здесь, на литературной передаче «Литературная гостиная». И для меня честь то, что я в этом году стала лауреатом молодежной областной премии «Первые роса». Шла я по этому пути 4 года, долгих 4 года. Но, как говорится, тот труд, который ты любишь, он не воспринимается как тяжелый. И в конечном итоге, начиная с того, что первый раз я была просто участником в премии «Первые роса», и сейчас я стала лауреатом, говорит о том, что все мечты сбываются. И если ты трудишься, если ты ходишь на литературные студии, принимаешь участие в обсуждении других работ, то ты чем-то что-то улавливаешь и получаешь новый опыт, новые знания. Так постепенно я пришла к тому, что сейчас стала лауреатом. И это, если честно, звучит очень здорово. И первые эмоции мои были, честно, как удивление, такая легкая эйфория и вера в то, что я смогла. И хочется поделиться тем, что я начала вообще писать изначально стихи свои где-то в классе в третьем, когда к нам в нашу гимназию многопрофильную, я сама из города Пензы, к нам пришел поэт, писатель, точнее, член Союза писателей России Виктор Агапов. И провел у нас открытый урок по поэзии. И с тех пор меня как-то зацепила вот эта вот легкость слова, как там можно правильно формировать свои мысли. И я начала ходить к нему на занятия. Правда, эти занятия были недолгими, мы, по-моему, виделись два или три раза. Но с тех пор у меня появилось такое чувство, что я могу как-то формировать правильно свои мысли. И постепенно начала развиваться в поэзии. Понятно, что у меня не сразу получались хорошие стихи. Да и сейчас их не всегда оценивают по такому, не ставят высшую оценку. Но хочется все равно с миром делиться. И потом, когда я узнала, переехав в Ульяновск, что здесь есть такие замечательные конкурсы, как «Первые роса», как «Венец поэзии». Я первый раз вообще начала участвовать именно с «Венца поэзии». Но потом услышала и про «Первую росу», как раз познакомилась с Александром. И это помогло мне сейчас находиться здесь. Также, придя один раз на литературную студию, там, где обсуждались наши произведения, я поняла, что в поэзии мне надо очень много подтянуть. И попробовала себя в других вариантах, в прозе и в ином жанре. И получилось так, что именно в цикле «Миниатюр» определилась моя сила. Ну, как так можно сказать. И сейчас я хочу вам зачитать несколько миниатюр, которые я отправляла на оценку жюри. Собственно, вот эти и стали миниатюры, они стали победными. Да, их много. Это очень интересно, да, потому что вообще в жанре миниатюры работать сложно. Нужно в небольшое количество текста уместить большую мысль, чтобы она зацепила читателя, чтобы читатель в ней что-то узнал свое. И у нас есть Ридолия Константиновна Никитина, которая тоже работает в жанре миниатюр. Это наш такой старейший писатель. И я рад, что продолжение этих традиций, вот оно получилось в своем творчестве. Мне очень приятно. Ну, так как мы здесь на литературной гостиной, конечно, хочется поделиться именно связанное что-то с литературой. И одна из миниатюр называется «О великом». Мне думается, что каждый человек иногда приобщается к вечным истинам. Когда, например, он читает книгу, то чувствует себя частью того мира великих писателей, которые передавали свои мысли, как древнюю мудрость на протяжении веков. И эти ощущения соединяют его с той благостью, которая дается так редко посреди суетных будней. Эти мгновения прекрасны, как первый в жизни раз увиденный закат на берегу океана и первый рассвет на полях, который отражается в маленьких капельках росы, переливаясь божественным сиянием. И у нас сейчас за окном весна, как говорится. И хочется еще поделиться одной миниатюрой, связанной именно с весной. Вместе с весной. Каждый год я обожаю ловить это прекрасное чувство прихода весны, когда волшебные флюиды ультрафиолета распространяются в окружающем пространстве, когда солнышко снимает с земли тяжелое снежное покрывало, и земля с облегчением делает свой первый еще сонный вдох, медленно позевывая. В этот раз я поймала этот момент, когда сходила с трамвая. До моего носа долетел закрученное от движения ветра первый аромат весеннего тепла, перемешанный с новыми надеждами. Внутри моей души что-то преобразилось. Она встрепенулась, оперилась и заново начала верить в прекрасное будущее, несмотря ни на что. Также я хотела бы поделиться тем, что благодаря Александру и также вместе с... Как это называется? Коллаборацией, да, правильно? Совершенно верно. С нашими местными художниками, которые называются «Ежики-художники» сообщества, да, я правильно считаю? Да, объединение творческих художников. Издалась такая замечательная книга, как «Образ слова». Здесь очень много произведений о жизни, рассказы о детстве, философии. И также на этих страницах можно найти два моих стихотворения, которые я вам с удовольствием прочитаю. Когда вдруг слышишь колокольный звон, ты словно замираешь на мгновение. Душа звучит с тобою в унисон, и ощущаешь ты благое упоение. Звенят, звенят вдали колокола, и волны их разносятся в пространстве, даруя нам благословение на дела. Кружатся листья в золотом своем убранстве. И так как у нас опять-таки весна, а весна – это пора любви, и хотелось бы прочитать еще одно стихотворение, коротенькое. Даря любовь, сама преображаюсь, Даря тепло, теплее становлюсь, И счастье вновь на место возвращаясь Исполнит то, о чем всегда молюсь. Исполнится желание, победы, И светло в доме будет день за днем. Мелодии сыграют нам рассветы, Что вместе проведем с тобой вдвоем. Наполнится сиянием пространства, И будет слышен каждый нежный звук Твоей души прекрасное убранство. Поверь в свободу мысли, Милый друг. Спасибо, Виктория. Очень такие теплые стихи, очень подходят под весеннее светлое настроение. Я думаю, что нашим слушателям, нашим зрителям Будет приятно услышать Такие светлые стихи. Ты сказала, что ты из Пензы. Пенза тоже очень литературный город, Поскольку это родина Михаила Юрьевича Лермонтова. И вообще в Пензе жили Многие выдающиеся деятели культуры. Собственно, как и в нашем Симбирске. Скажи, пожалуйста, Как тебя вдохновляют эти города? Как ты чувствуешь их энергетику? И как они тебя настраивают На творческий лад? Спасибо за вопрос, Александр. Так красиво звучит энергетика. На самом деле, я считаю, Что у каждого города Есть своя энергетика. Понятно, что я как растение, Как росточек взросшена На пензенской земле. Но у меня, если углубиться в корни, Есть и родственники Из Ульяновской области. Поэтому вот эти два города В моем творчестве Очень сильно переплетены. У меня есть произведения, Посвященные Ульяновску. Есть и произведения, Посвященные своей любимой, Конечно, Пензе. И переехав пять лет назад В город Ульяновск, До этого мне казалось, Что это такой серый город. Очень много, как бы, Таких улиц промышленных, Заводов. В Пензе, как бы, мы жили В той территории, Где очень мало, как бы, заводов. И в основном, там леса у нас были. И когда я сюда приехала, Я начала потихонечку Знакомиться с этим городом. Гулять по улицам, Наслаждаться прекрасным видом на Волгу. И каким-то образом Все вот так случайно, Не случайно получилось, Что вот этот вот литературный дух, Который обитает именно На Волжских просторах, Помог мне, как бы, Трансформировать какие-то свои страхи. И именно в этом городе Попробовать себя на литературном поприще. Потому что раньше я писала только в стол. А тут я поняла, Что есть такие замечательные сообщества, Замечательные группы, Вот совет молодых литераторов, Который меня пригласил Александр После знакомства. Я поняла, что собираются Очень замечательные и прекрасные люди, Которым есть чем делиться. И именно вот премия «Первые роса» Это такое окошко возможностей, Где авторы, Те, которых не знают или мало знают, Могут показать себя миру. И ты можешь, как бы, проявить свои мысли, Своё творчество, Свои какие-то внутренние непонятные ситуации. И как-то это всё трансформировать, Собрать. И получается произведение. Такая, какая-то духовная составляющая в творчестве. Также хотелось бы сказать, Что сейчас у меня готовится Мой собственный личный сборник. То есть не там, где по два, Там три стихотворения, Или произведения, миниатюр. Это целый цикл мини-прозы И стихотворений. И на эту мысль Меня как раз натолкнул Александр Дашко, То, что надо показывать себя, Проявляться в мир. Поэтому я с огромной благодарностью Вообще рада, что познакомилась С таким прекрасным, замечательным человеком. И очень рада, что вхожу в совет молодых литераторов И посещаю вашу литературную студию ЛИК. Спасибо, Виктория, за такие тёплые слова. Сегодня уже много говорили, да, Звучало словосочетание Литературная студия ЛИК. Хочется, да, прям буквально Несколько слов сказать. То есть литературная студия Это такой формат, где Который мы проводим раз в месяц. Это куда молодые авторы Могут прийти со своим творчеством И получить оценку, да, От своих коллег Пеперу, да, От членов Союза писателей России. Это очень важно. Очень важно говорить со своими коллегами Пеперу, С единомышленниками. Выявлять свои недостатки своего творчества. Какие-то такие вот точки, На которые стоит обратить внимание, Которые стоит усовершенствовать, И которые стоит Улучшить, чтобы Это уже стало полноценным произведением. И в прошлом году Литературная студия ЛИК Стала лучшей в России По итогам конкурса Молодежных литературных объединений Элита сферы, Которую проводил Союза писателей России. Мы обогнали Такие города, Как Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, да, Где всегда традиционно сильные Литературные школы. И мы очень этим гордимся И продолжаем работать дальше. И хотел сказать, Что, Конечно, Первая роса – это премия. К сожалению, Невозможно отметить всех. Хоть мы и сделали, Помимо лауреатов, Еще такое явление, Как дипломанта. То есть мы вот отмечали дипломанта. У нас есть прекрасная, Опять же, Ксения Терновых, Которую мы отметили диплом В номинации «Иной жанр», Хотя у нее и замечательная проза, И замечательные стихи. И мы очень надеемся, Что она будет и дальше расти, И развиваться. Наши двери всегда открыты. Двери Совета молодых литераторов. Всю информацию Можно про нас узнать В социальных сетях В группе ВКонтакте Совет молодых литераторов Ульяновск Или написать ВКонтакте мне Александра Дашко И мы обязательно с вами Поговорим, Пригласим вас И вы сможете И принять участие В литературной студии И во многих других мероприятиях И конкурсах, Которые у нас проходят. Также хотел добавить, Что литературная студия «Лик» Была основана в 2014 году Ульяновским поэтом, Я бы даже сказал, Выдающимся ульяновским поэтом, Которого знают далеко за пределами нашего региона, Александра Дмитриевича Млайкова. К сожалению, Его не стало в 2021 году. Он очень любил молодежь, Очень много уделял внимания Молодым авторам. И мы приняли решение, Так подумав коллективно, Что литературная студия «Лик» Должна носить имя Александра Дмитриевича Лайкова. И она будет носить имя Александра Дмитриевича Лайкова. Потому что он стоял В начале, У истоков этого дела. И он действительно мог говорить, Находить общий язык с молодежью. И творчество его, Оно настолько уникально И самобытно, Что важно, Чтобы молодежь знакомилась с ним. И это такой вот уровень, На который нужно ориентироваться. Хочется еще Также добавить, Что премия, И пожелать всем лауреатам премии, И Артему Прошину, И Илье Разумовскому, Виктории Варфоломеевой, Пожелать не останавливаться. То есть премия, Это скорее Такой шаг вперед. В то же время это планка. То есть ниже уровня, Который уже нельзя, Нельзя быть, Нельзя уже писать хуже. Нужно развиваться И всегда идти Только вперед. И я очень надеюсь, Что уже скоро Мы познакомимся С новыми стихами Артема Прошина, С новыми рассказами Ильи Разумовского, С новыми миниатюрами, Стихами, Рассказами Виктории Варфоломеи. И, конечно, Что премия, Которая будет в следующем году, Подарит нам еще много Много новых, Молодых, Творческих имен. Дорогие друзья, Я желаю вам Солнечного, Хорошего, Бодрого настроения, Вдохновения, Радости в каждом мгновении. Берегите себя, Читайте хорошие книги, Читайте стихи, И пусть ваши души Всегда будут открыты Любви. Виктория, Я думаю, Что ты тоже Что-то пожелаешь Нашим зрителям, Слушателям, Читателям. Да. Я хочу пожелать, Чтобы вы верили В свои мечты, Чтобы пробовали себя В том, К чему лежит Ваша душа. И, Как и сказал Александр, Прекрасного вам Весеннего настроения И всего хорошего. Спасибо за внимание. До новых встреч Будет на литературной гостиной.